Уверить вас, что несмотря на все невзгоды, еврейский народ не погибнет. В конечном итоге эти проклятия будут служить вашему благу. Бог объявил в Дворим 32.23 Я исхрасходую на них евреев мои стрелы. Эта угроза одновременно является и поддержкой, ибо вот развивает все мои стрелы будут израходаны, но сына Израиля все еще будут здесь. Лучник нацелился в потолок и пускал стрелы до тех пор, пока не опустел колчан, но потолок выдержал. Вот так еврейский народ страдает, отдельные люди умирают, но нация вечна. Другие люди отказываются от Всевышнего, а евреи признают его, невзирая ни на что. В результате они получат награду «Жизнь в грядущем мире». Маше призывал народ. Этот день подобен дню дарования Торы. Бог заключает с вами Новый Завет и скрепляет его клятвой. Зачем Маше заключил сынами Израиля Новый Завет перед входом в землю? Полное изоляция во время их скитаний по пустыне и зависимость от божественного проведения могли принудить их соблюдать Тору ради выживания. Бог решил, что Новый Завет совершенно необходим перед вступлением в Рецесраиль, землю благоденства и изобилия, которая грозит евреям серьезной опасностью, небрежным исполняя заповедями и забвением Ашема. То есть, если мы в пустыне получали заповеди, и мы их не выполняли, то Всевышний нас заставлял их выполнять. У нас появлялись трудности, которые мы не могли вынести, если не будем исполнять заповеди. То есть, мант становился невкусным, мы пытались бонтовать, Всевышний стал на место, еще подобные вещи, Всевышний стал на место, и мы никуда не могли деться, мы все равно выполняли заповеди. Но здесь уже не пустыня, здесь новое испытание. Всевышний дает страну текущую молоком и медом. Все у нас шикарно. И вот теперь нужно выдержать испытания изобилия. Это непростое испытание. И вот для этого мы должны были заключить новый союз такой, который мы обещали Всевышний выполнять, выполняя заповеди. Вот об этом здесь и говорится. Потом говорится здесь, что союз Всевышний заключает с нами, от Водоноса и до Дровосека. То есть, все категории людей. Буквально все. Интересно, что в пустыню приходили люди из Кнаана. Они видели наши великие победы над имарейскими царями, над царем имарейским Сихоном, над царем имарейским Огом. То, что в Акте фактически невозможно. И нам Всевышний их отдал. И мы их победили без единой потери. То есть, это трудно же сравнить, как человек может победить таких величайших царей. Но для Всевышнего ничего не возможно. Он нам их отдал. И они приходили. Тора прямым текстом это не пишет. Наши мудрецы разбирают слова Торы. И говорят, что так же, как во времена Егошева, если мы возьмем Егошева 9, пришли люди из Гевона, чтобы посоединиться с нами, стать народом, заключить с нами союз, то так же приходили и люди из страны Кнаан и просили Маше, чтобы они с нами заключили союзы и стали с нами одним народом. И такие люди были, да. Что же произошло в Егошево 9? Были две победы. Одна над Дирихоном, вторая над городом Ай. Кнааней над нами пытались объединиться, победить, но они знали, что это может плохо закончиться. И один из народов, Геваним, так называемый, есть мнение, что это были Гергошеи, которые в Торе стоят, они решили хитро с нами поступить. Они понимали, что не имеют дела с ладейскими царями. Они понимали, что Егоша, сын Нуна и все эти люди, которые пришли с ним, это праведники. И решили заключить с нами союз любым путем. Да, Тора говорит к правде, к правде стремись, что правильно заработать, правильно получить, но они решили обманом получить союз. Они взяли, одели одежду в заплатках, взяли какие-то мехи от вина, которые полопались, черствый хлеб, и пришли. Говорят, Егоша, что мы люди, пришли издалека, вот мы слышали о ваших победах, и мы хотим с вами заключить союз. Егоша говорит, откуда пришли. Они говорят, издалека, вот мы шли, вот наша обувь уже и сносилась, хлеб зачерствел. и так, и мы хотим, чтобы вы нам не сделали зла, чтобы мы с вами были в союзе. В общем, Егоша их выслушал и решил, что заключить с ними союз. Он понял, что они не из тех народов, которые, я всего же сказал, уничтожить, не из этих семи народов, что они не здесь живут рядом, они издалека. Да, в общем, он решает заключить союз. И мало того, что он заключил союз с ними, и так же, и другие вожди, все вожди заключили с ними союз. Прошло немного времени, а там они жили в течение трех дней пути. Когда мы пришли туда, Егошу, что он мог сделать? Он сказал, но раз мы перед Всевышним поклялись их не трогать, то теперь мы их трогать не можем. Народ пытался что-то говорить, ну что, клятва перед Всевышним была дана, и поменять мы уже это не в силе. И тогда Егоша решил, что они будут для нас водочерпиями и дровосеками. Вот так. И так этот народ сумел остаться в живых. Мало того, что Егошу, будучи праведником, еще и приходилось воевать за них, когда против них объединились цари другие, пошли в войну, то Егошу воюет, побеждает в этой войне, еще за них сражается. То есть не просто так, что хорошо мы вас не тронем, нет, еще и помогали им остаться в живых. Вот так вот. То есть если мы что-то пообещали именем Всевышнего, то мы должны это четко выполнять. Даже если мы считаем, что нас обманули, то есть все, но раз уже союз заключен, то надо его держать. То и держит Егошу и судьи, которые с ним вот так вот. этот завет, который Маше заключает здесь в главе Ницавим, он для всех евреев, для тех, кто родятся в будущем. Хотя в настоящий момент физически они не существуют, их души присутствуют в этом собрании. При даровании Торы также поступили душе всех евреев. Бог желает, чтобы вы приняли Тору и поклялись в этом до того, как я завершу свою миссию вождя. Бог сам поклялся прадцам, что никогда не заменит евреев ни на какой другой народ. Если бы поклялся только он, а не вы, то соглашение было бы неравным. Во времена пророка Хескеля некоторые старейшины евреев, потрясенные страданиями своего народа от гнета вавилонского царя Новохаднецара, спросили у пророка, может быть, мы освобождены от исполнения заповедей, ибо Бог продал нас Новохаднецару, как хозяин продает свою раба. И Хескель ответил, что Бог призвал евреев в качестве своих слух на все времена. Он предал их в руки Новохаднецара только из-за их грехов, но они навеки связаны с его Торой. То есть, невзирая на то, что мы страдали за Вавилона и за Вахаднецара, но это было нам за наши поступки, что мы не хотели соблюдать Тору и заповеди. Естественно, были подверглись мы такому страшному испытанию, и мы попали в Вавилон, мы это знаем, и пришло время, конечно, и это знание было закончено, мы знаем, что 70 лет мы жили в Вавилоне, потом Всевышний нас пожалел и вернул, вернул и дал право царю Зерубавелу построить второй храм и так дальше, в общем, в конце концов, все, что говорит Всевышний, четко выполняется, и мы в этом даже не сомневаемся, что и выполнят и на этот раз, и приведет своего Можиеха Всевышний, и все будет хорошо у нас. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Павел бен Ефим, Владир бен Григорий, Хаймалка бад Йосиф, Самуил бен Герш, Мира бад Аврагам, Роза бад Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, за здоровье Светлана бад Клара, Рахель бад Лилия, Клара бад Броня, Фейка бад Берта, Ирина бад Мира, Берта бад Фейка, Шимон бен Борис бен Мария, Полина бад Соня Сура, Женя бад Ида, Анна бад Ривка, Анна бад Елена, Елена бад Клара, Евгений бен Софья, Дуэра бад Моисей бен Ева, Йосиф бен Ирина Батури Роши Дух Арон Ари Бен Двой Родни Сбен Ахум Авигаль Бацара Пранс Ай Брюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Мария Всего хорошего Олегу Марченко Всем всего самого наилучшего Желаю всем крепчайшего здоровья И всего хорошего Сейчас время когда мы читаем слихот перед Роша Шана И до следующей встречи которая состоится Салдом